Всем привет! Давно я вам не показывала Митка, не рассказывала как его жизнь. Кто есть в телеграм-канале, тот знает, что у Митка уже новая сожительница после половинки. Он после половинки у меня пожил 4 дня, только один. И потом к нему переехала жить точечка. Поэтому Митка на диету посадить у меня не получается. Он не сильно страдал один, но в любом случае, когда у него появилась точечка здесь, сразу стало ясно, что так ему веселее. Он сразу оживился. Вопросов никаких у них вообще не возникало, вообще никто не пищал, просто начали жить вместе. Ну иди сюда, малышечка моя. Малышечка, старушечка, малышечка моя. Паскакушка. Что-то вся в крошках каких-то. Она только что кушала. Такая малюсенькая, вообще ужас. Медок в последний раз был 52 грамма. Давайте взвесим его сейчас. И точечку мы тоже взвесим. Точечку я не боюсь брать, она не кусалась особо никогда. Да что ж ты такая дура? Так, взвешиваем. Боже мой. 15 грамм. Да постой на месте. 15 грамм. Медок. Еще плюс 2 грамма. Тихо. Убери хвост. Сейчас еще будет плюс 3. Подними хвост, говорю. Ладно, ну допустим 54. Хорошо. Иди сюда. Мой пельмешка. Ути мой пельменька такой. Рыженький пельменька. Жирненький. На ощупь, конечно, он кусочек жира просто. Орех тут спрятали себе в домике. Самое ценное, все в домик, да? Хотя яблоко, вот они тоже. Под самый вход домика поставили. Значит, почему я решила все-таки точечку переселить сюда? Еще пока половинка была жива, Кай живет у меня, жил с точечкой и с пятнышкой, две черные близняшки. Так вот, пятнышка, она живет по правилам Кая, видимо. Я думаю, что она ему удается. То есть мыши, неважно в каком возрасте, в климаксе, не в климаксе, они ублажают мальчиков, чтобы не ругаться. Они им подставляются, учитывая даже, что у них нет течки. Они подставляются каждый день, потому что мальчик хочет каждый день. Мыши, конечно, наложницы еще те, просто ублажают своего султана каждодневно, но не все. Точечка была против этого, она ему не давалась, Каю она никогда не давалась. Но точечка, она, в принципе, всегда избегала спариваний. Даже когда еще было время, когда я пыталась кого-то с кем-то спарить, то точечка никогда даже по молодости не давалась по ценам. А пятнышко, она рожавшая, как вы помните. Она всегда за. Учи-пучи, мои маленькие. Боже, представляете, 54 грамма и 15 грамм. Вот это разница. Ну, короче, проблема в том, что Кай ее гонял. Кай пытался ее реально изгнать. Недели две я за этим следила, наблюдала. Спали они в домике прекрасно, все вместе втроем. Примерно в 7 вечера начинался просто писки, визги. И Кай гонял несчастную точечку. А учитывая, что точечка и так плохо ходит уже, у нее то ли со спиной что-то, то ли с ногой что-то. Она так заваливает бедро внутрь. Ей тяжело от него убегать постоянно. И последний раз, это вот был уже четвертый день одиночества Митка. Половинка умерла. И Кай завалил точечку вообще на спину. Она так кричала, мне так ее жалко было. Он ее не кусал никогда. Он просто ее гонял и вот лапами толкал. Она лежала на спине и кричала. Он на ней был сверху. И у меня не сдали нервы. Я просто ее взяла и посадила к Митку. Просто она сразу пошла к нему в домик. Они обнюхались молча. И с тех пор они живут душа в душу. Я скажу, что Миток ее не любит, так как любил половинку. Потому что когда я даю таракана с половинкой, они всегда кушали рядом. Они заносили таракана в домик и кушали вместе, сидели. Последний раз дала таракана, когда Миток пока не наелся. Ну таракан был большой, конечно. Большой мадагаскарский таракан. Еще один очередной. Перевернулся на спину, подыхал, отдала мышам. Вот он пока не наелся, он точечку не подпускал. То есть он просто постоянно уносил его, переносил. Хотя там можно было спокойно есть вдвоем. Ну как он делал с половинкой. С точечкой такого нету. То есть он ее принял. Он не хочет одиночества. Но он ее не любит так, как любил половинку. Старых мышей удобно содержать, конечно. Можно держать их в более маленьком контейнере. Им уже не нужны ни колеса лишний раз, чтобы они не покалечились. Небольшое пространство не надо, потому что они в основном кушают и спят. Никуда не выпрыгивают. Но смотреть, конечно, на то, как они угасают, это печально. Лысеют, стареют. Но медок лысоват, потому что его шкура просто растянулась. И на квадратный сантиметр стало меньше по этому шерсти. Если бы он похудел, то у него бы с шерстью было все нормально. А вот точечка, конечно, тоже такая лысоватая. Но точечка, она такая малюсенькая. 15 грамм. И я думаю, что я даже после ее смерти, не знаю, сколько она еще проживет, может быть и долго. Но я так думаю, что я ее вскрывать не буду, потому что это просто под микроскопом надо вообще. Мне и половинку-то было неудобно вскрывать. Вот. Ну и, в принципе, как бы маленькая мышка, никаких опухолей на ней нет. Ну, с виду такая несчастная вообще. Ну, может, и долго еще проживет. И медок может долго еще проживет. У меня толстым еще никто не умирал. То, что он... Поэтому то, что он толстый, как бы меня не напрягает. У меня все мыши перед тем, как умереть, они худели. То есть, если толстая мышь быстро худеет, вот это, конечно, проблема. Вот это я понимаю, что близится конец. А толстыми у меня никто не умер, реально. А, нет, умерла, умерла ириска. Ириска была очень толстая. У нее было очень много жира внутри. И у нее был инфаркт. Резко умерла. Да. Не знаю, уже 10 марта будет им два года и три месяца. Хороший срок для мышей. Это у меня остались только медок, точечка и пятнышко из старых мышей. Хороший возраст уже. Ну, все, друзья. Будем следить теперь за этими двумя иногда. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok